Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена. Рада вас всех приветствовать на моем канале. Сегодня у меня замечательная трехслойная луковая маска для возрастной и зрелой кожи. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Будем готовить вместе. Всем желаю приятного просмотра. А сейчас с вами мы приготовим трехслойную луковую маску. Для приготовления нам понадобится свежий репчатый лук, примерно средняя головка. Я ее разделила на две части и одну часть беру для нашей маски. Одна десертная ложка свежего меда, натурального меда и кефир. Кефир лучше брать 2,5% жирности или домашний. Можно взять простоквашу. Лук натираем на мелкой терке. Добавляем натертый лук в отдельную мисочку. У меня получилась вот такая кашица. К луку добавляю натуральный мед. И перемешиваю. Вот такая консистенция маски у нас с вами получилась. Дорогие мои девочки, перед нанесением маски мы лицо умываем, очищаем. И только после этого наносим нашу трехслойную луковую маску. Девчоночки, перед нанесением этой маски мы смазываем с вами лицо растительным или оливковым маслом. Берем с вами ватный диск, смачиваем и смазываем наше лицо. Я обещала вам показать три свои любимые маски. Вот это вторая маска, любимая моя. Надеюсь, она вам также понравится. Также мы с вами смазываем шею и зону декольте. Если вы будете наносить эту маску на зону декольте, я вот так раскрою, потому что я люблю эту маску наносить также на зону декольте. Вот так смазали. И берем нашу подготовленную луковую маску. Наносим ее с вами в три этапа. По массажным линиям. Маска будет слегка слезить ваши глазки. Но вы уж потерпите, мои хорошие. Оно того стоит. Нижнее и верхнее века мы эту маску не наносим. Вот так. Ой, как щипят глаза. Но оно того стоит, девчонки, поверьте мне. Честное слово. Я всегда, когда делаю эту маску, я называю ее маска плакающей. И также нашу шею промазываем. И промажем зону декольте. Глаза слезятся невыносимо. Девчонки, держите с собой ватные диски, чтобы во время того, как наносите маску, вы смогли промокнуть свои глазки от слезок. Итак, держу маску в течение 5-7 минут, после чего продолжу. Девчата, маска слегка у меня подсохла. Я наношу второй слой. Также на шейку. Жду еще, девочки, минут 7-10. Девчонки, прошло 10 минут. Маска слегка подсохла. И я наношу третий слой этой маски на лицо, на шею и на зону декольте. И знаете, уже с третьим слоем, уже не так глаза слезятся. Уже, видно, привыкли. Так что имейте это в виду. Вот так промазали. И оставляем еще минут на 10 подсыхать. И так у нас с вами получается около 30 минут на нашу маску. Но оно того стоит, поверьте мне. Девчата, у нас с вами осталась маска. Нанесите ее также на ручки. Не пожалеете. Девчоночки, подождала еще 10 минут. Иду смывать маску теплой водой. Смыла я маску. Сейчас я беру кефир. Беру ватные диски. Смачиваю ватные диски кефиром. И протираю после этой маски лицо кефиром. Во-первых, кефир устранит луковый запах и успокоит вашу кожу после этой маски. Такую маску надо делать 3 раза в неделю. Всего вам необходимо сделать около 10 процедур. Вы не поверите, но луковая маска подарит вашей коже вторую жизнь. Ее действия просто волшебные. Ваша кожа начнет светлеть. Возрастные и мимические морщины разгладятся. Исчезут веснушки и пигментные пятна. И даже рудцы станут менее заметными. Перед нанесением любой маски протестируйте ее на сгибе локтя. Если все нормально, то можете смело наносить эту маску. Если же появилась аллергическая реакция, то вам эта маска противопоказана. Сейчас пройдет минут 5-7. И я смою кожу теплой водой. И смажу уходовым кремом. Рекомендую всем, особенно у кого имеется пигментация на лице и веснушки. Дорогие мои девочки, сегодня я поделилась с вами замечательной трехслойной маской. Луковой маской. Если вам понравился рецепт, не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал. И включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я буду на сегодня с вами прощаться. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения, красоты вам и здоровья. С вами была ваша Елена. После видео жду ваших отзывов, комментариев и пожеланий. Удачи вам, люблю вас. Пока-пока.